Диане, 8 глава, 26 стих. Если вы нашли, я буду читать. А Филиппу ангел Господень сказал, встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на то, которое пустя. Он встал и пошел. И вот муж Ефиопиянин, Муевнух, вельмож Шакандаки, царица Ефиопская, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к всей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа зайти и сесть к ним. А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца, ведь он был на заклане. И как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзает уст по им. В уничижении его суд его совершился. Но род его кто разъяснит, ибо землет от земли жизнь его. Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем продолжал путь. Они приехали к воде, и Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, веруешь, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа возвестил ангел Господень. И Евнух уже не видел его, и продолжали путь в радость, а Филипп оказался в Азоте, и продолжая благовествовать всем городам, пока пришел в Кесарию. Если вы посмотрите 8 главу книги Диане, 37 стих, в Корейской Библии написано, что тут нет стиха. Почему? Потому что это Библия. Ветхий Завет был написан в пергаменте, а Новый Завет был написан в папирусе, который считается современной бумагой. И папирус хранить было намного сложнее, чем в пергаменте, поэтому очень много экземпляров, оригиналы Нового Завета были повреждены. Именно поэтому в папирусе были места, которые, стихи некоторые были испорчены. Поэтому в Новом Завете можно увидеть, что написано, что нет стиха, нет стиха. Но оригинал, конечно, он поврежден, но в копии же есть некоторые стихи. Поэтому, если вы посмотрите в Корейскую Библию, то вы сможете увидеть, что внизу отмечено, что есть в копиях, где написано в 37 стихе, Филипши сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, веруя, что Иисус Христос есть Сын Божий. Так написано в Корейской Библии. Поэтому те вещи, которые пропущены, вы также можете читать, тогда я думаю, что и вам будет очень удобно. И запомните, что есть в других копиях Библии стихи, которые пропущены в оригинале. Хорошо? Знаете, когда я читаю Библию, это так интересно. Сегодня мы читали Библию, и написано в наше стихе, а Филиппу ангел Господень сказал, «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Как начинается эта история? Филипп, он был дяконом церкви в Иерусалиме. Он был дяконом. Он передавал Евангелие, но в Иерусалиме начались сильные гонения, поэтому убили Стефана, и поэтому кроме апостолов, все разбежались из Иерусалима. И Филипп передавал Евангелие в Самаре. Когда Филипп начал передавать Евангелие в Самаре, он в духовном плане очень был маленький. Но когда передавал Евангелие, он увидел, что весь город уверовал Господа Бога. Большая радость наполнила его душу. Тогда Дух Святой сказал Филиппу, чтобы Филипп пошел в пустыню. В Самаре многие люди получают спасение, но Дух Святой ведет его сейчас в пустынное место. И в пустынном месте он встретил евнуха из Ефиопии. Он был вельможей, царицей Ефиопской, хранителем всех сокровищ ее. И этот евнух приехал в Иерусалим, чтобы поклониться. И возвращаясь в Иерусалим, он на колеснице читал Библию. И Филипп, когда Дух сказал, подойти поближе, представляете, муж из Ефиопии читает Библию, и он подходит и спрашивает, понимаешь, что читаешь? Обычные люди бы сказали, кто-то тебя спрашивает вообще. Но этот евнух, он когда читал Библию, он понимал, что многое не понимает, поэтому люди, как могу понимать, если нет того, кто расставляет. И тогда сказал, садись. Я, они сели в Хазлисницу вместе, и Ефиоплянец спрашивает, знаете, когда я впервые побывал в Ефиопии, и в 9 часов дня мы договорились, что я встречусь с министром по делам образования. На самом деле я никто. Но когда я передаю Евангелие, я вижу, что Господь открывает передо мной двери. Поэтому, хотя я никто, но я встречаю президентов, встречаю министров. Я впервые побывал в Ефиопии, и в первый же день в 9 часов сказали, что у меня будет встреча с министром по делам образования. Поэтому я пошел в кабинет министра, и мы сели друг против друга. Но мне было очень любопытно. Знаете, в Ефиопии есть министерство религии, и поэтому там есть христианство, есть православное церковь, есть мусульманское направление. Поэтому для того, чтобы не было спора, правительство регулирует отношения между религиозными группами, организациями. И поэтому это может быть мусульмане, это может быть православные. И для того, чтобы не было конфликтов, мне предупредили о том, что нельзя говорить плохое о других конфликциях, направлениях. Но я не знал, какая вера же у министра. Поэтому, когда мы встретились, мы поздоровались. Потом я сказал, я пастор. Тогда он удивился, и министр говорит, пастор, я очень усердно хожу в церковь. И, знаете, мне было так радостно. Знаете, между нами был большой стол, я достал свой iPad, и в iPad у меня есть библия на корейском и английском языке. Хотя я плохо знаю английский язык, для меня это не проблема, поэтому я достал эту библию, сел рядом с ним, начал передавать Евангелие. И в тот день министр, он был так сильно потрясен, и принял Евангелие. И мы говорили о том и о другом. Я сказал, что я организовал организацию iY, и потом я занимаюсь вопросами молодых людей, и рассказал про майн-образование. Я сказал, что в Эфиопии сейчас молодые люди очень здоровые. Сейчас примерно в Эфиопии проживает примерно 10 миллионов людей, и экономика страны быстро развивается. 30 лет тому назад между Кореей и Японией экономика отличалась как небо и земля. Но за последние 30 лет Южная Корея очень с большой скоростью поднимала экономику с нашей страны, и поэтому сейчас жители Кореи, они не считают, что Япония очень богатая страна. Но с большим развитием экономики также появились проблемы. Я сказал, министр, если развивается экономика, появляются разные большие проблемы. Я очень благодарен за то, что пока мои дети не закончили старшую школу, мы жили в очень сложных условиях. Однажды один мой знакомый, он пришел ко мне, и я очень сильно переживал из-за проблемы детей. Я сказал ему, почему вы, как глупый человек, зарабатываете много денег? Он удивился и посмотрел на меня. Многие люди думают, что если будет много денег, им будет хорошо, но на самом деле, с большими деньгами приходят и многие проблемы. Я сказал, знаете, из-за того, что очень много денег, у детей появляются разные проблемы. Допустим, когда дети учатся в школе, учатся в университете, если нет денег, видя, что у отца нет средств, что ему тяжело, из-за финансовых вопросов, что им тяжело, из-за обучения, из-за того, что нет средств на дорогу, тогда дети, они сами по себе начнут контролировать себя, свои желания. Дети, они еще совсем молодые, и поэтому, когда учатся в университете, не хочется использовать деньги, хочется завести себе девушку, хотят кушать гамбургеры, хотят пить Кока-Колу, но дети, когда видят, что родителям тяжело, они сами начинают контролировать свои желания. У моих родителей есть большие проблемы из-за финансовых проблем, поэтому я должен экономить средства. И постепенно дети, они начинают развивать в себе самообладание. Когда мои дети, сын и дочь, пока не закончили старшую школу, нам было очень тяжело. Ни разу не было, чтобы я их отвел в дорогой ресторан. Однажды меня пригласили на обед, и человек, который меня пригласил, мы ехали в машине, и он говорит, давайте мы повезем и ваших детей. Я сказал, нельзя. Пастор, ничего страшного, это недорого для меня. Я сказал, мои дети, пока не закончат старшую школу, ни в коем случае, им нельзя подсеять в дорогой ресторан. Это правило нашей семьи. Да, они радуются, даже если я угощу самой простой лапшой. А зачем мне вводить их в дорогие рестораны? И таким образом мы развивали силу самообладания у наших детей, потому что в нашей жизни сила самообладания играет большую роль. И если мы будем развивать силу самообладания, для этого нам нужно быть бедными. Допустим, если бы я в месяц зарабатывал по 10 тысяч долларов, тогда дети, они будут думать, вот у моего отца есть много денег, поэтому, когда мне нужно денег, я попрошу у него, и все. Но когда нет денег, когда они видят, что отец живет в больших трудных условиях, тогда, ой, папа, я хочу это есть, это хочу пить. Они понимают, что не могут так сказать. Но знаете, такое воспитание очень полезно для детей наших. Я сказал министру, министр, в данный момент в стране нет больших проблем, но с большим ростом экономики самая большая проблема появится среди молодых людей. и у молодых людей будет расти потребность, будет расти желание. И поэтому часто бывает, что в правительстве появляются проблемы, связанные с молодежью. Именно поэтому нужно проводить майн-образование направленное для молодых людей. Но интересно, прошло немного времени, и премьер-министр очень серьезно начал относиться к проблемам молодежи в стране, и министр по делам образования. Он подошел и сказал, господин премьер-министр, знаете, есть один человек, который пророчествовал, говоря, что такое произойдет в нашей стране. Премьер-министр спросил, кто это? И министр сказал, это пастор Усупак. И когда второй раз я поехал в Эфиопии, после того, как я дал интервью в телевидении Эшадай, меня пригласил премьер-министр в свой кабинет, и мы договорились, что я буду вести проблемы молодежи в нашей стране. И для того, чтобы решить проблемы молодежи, знаете, премьер-министр очень многим нас поддержал, многое предложил, и сейчас очень хорошо идет процедура решения проблемы молодежи в Эфиопии. Но министр, с которым мы встретились, его повысили по должности, и его поставили старшим министром в стране. И однажды, когда я поехал в Эфиопию, я встретил министра, и я сказал министру, не хотите стать советником нашей организации Айвайф? Тогда министр сказал, я очень хочу. Советник, он должен делать все, что говорят. я готов делать. И знаете, министр очень горячим сердцем относился к Евангелию. Заместитель министра, она женщина, но она мусульманка. Она всегда в головном уборе, мы вместе обедали. И однажды мы пригласили заместителя министра в Южной Корее на всемирный лагерь. Заместитель министра, участвуя на лагере, она очень сильно боялась, она боялась того, что она мусульманка, поэтому могут ее похитить. Вот из-за чего она переживала. И когда ее приняли на хомстей, она так сильно переживала, но находясь у братьев-сестер на квартире, ей так хорошо все сделали, что она полностью открыла свое сердце. И сейчас заместитель министра, она стала мэром большого города. И она так благодарна нам. И такое хорошее отношение сложилось между нами. В этот раз министр, с которыми мы работаем, он после того, как премьер-министр Эфиопии скончался, министр стал кандидатом премьер-министра. И все думали, что он станет премьер-министром, но другой кандидат он смог победить выбора. Министр по делам образования после того, как не стал премьер-министром, он сказал «Знаешь, я думаю, буду причинять вред премьер-министру, поэтому я хочу поехать послом в Южную Корею. И я хочу поехать в Корею и ходить в церковь в Гангнаме». сегодня вечером он прилетает в Сеон в 4 часа. И знаете, я был Эхиопия передавал Евангелие, и брат и сестра появились в нашей церкви. Позавчера там проводили вечер, и мы встретились. И знаете, так он радовался и в Сеуле, в Гангнамской церкви. Он сказал, что я хочу учиться у братьев-сестер. Я сказал, что у нас очень много недостатков, но мы будем очень благодарны, если вы так будете к нам относиться. Знаете, я сегодня не планировал рассказывать про Эхиопию, но Филипп, он, когда оказался в Самаре, передавал Евангелие, то интересно, Господь, Бог, за это время начал действовать в жизни Филиппа. Когда вы получили спасение, какое изменение происходит в вашем сердце? в первую очередь, мысль, которая говорит, что я грешник, это моя душа. Библия всегда говорит то, что отличается от моей души. Библия говорит, что крови со Христа мы стали праведными, что мы стали святыми, что стали совершенными. Именно поэтому, когда мы читаем Библию, можно поделить на две группы людей, те, которые, если смотрят на свои мысли, на себя, они видят, что они грешники. Но если мы смотрим на Слава Господа Бога, тогда мы действительно праведники, потому что Бог так говорит. Брат Шимонгсов, он был алкоголиком, который каждый день пил по 10 бутылок алкоголя. Когда он смотрит на себя, я каждый день пил 10 бутылок алкоголя. Как я могу сказать, что я совершенный? Такой он был человеком. Но я, когда был в городе Хапчон, я общался с братом, с его женою. Знаете, она так сильно плакала. Пастор, я вышел замуж 22 года назад. Я вышел замуж и два года мой муж не пил. но последние 20 лет он каждый день выпивал. И мне кажется, что я не живу с мужем, потому что между нами нет общения. Это сестра. она говорит, что я больше никак не могу прожить вместе с ним. Я сказал, сестра, не нужно плакать. Завтра рано утром привезите вашего мужа ко мне на общение. Брат пришел с самого утра. Он открыл две бутылки сочи и выпил. Обычно я помню, что в детстве мой дедушка пил этот алкоголь по маленькой-маленькой чашке. Он же две бутылки сочи открывает, наливает большую тарелку и начинает выпивать с самого утра. И поэтому, когда мы встретились от него шел запах алкоголя. Но интересно, этот человек получил спасение. он получил спасение. Но какая в нем проблема? Он очень хочет хорошо верить в Иисуса, но из-за того, что пьет, у него алкоголизм, зависимость к алкоголю. Сестра очень сильно мучилась из-за того, что муж ничего не делает, только пьет. И по сему дому валяются бутылки от алкоголя. Ей было очень тяжело каждый день убирать эти бутылки. Доколи я должна жить с этим алкоголиком. И когда мы встретились, она пришла ко мне и сказала, что я больше не могу жить с этим человеком. Ее муж тоже пришел на общение. Знаете, он пришел, потому что я ее пригласил, но с самого утра он выпил уже две бутылки алкоголи. Знаете, он есть алкоголью. И я открыл Библию и я открыл посланник к евреям 10 главы 14 стих. Посланник к евреям 10 главе 14 стихе написано, ибо он одним приношением навсегда дел совершенными освящаемых. Именно поэтому Библия говорит, что я кроме Иисуса Христа навсегда стал освященным. Этот брат когда смотрит на себя, когда смотрит на свой вид, он каждый день находится в пьяном состоянии. И как я могу сказать, что я совершенный? Когда мы открыли это слово, мы начали с ним спорить, общаться. Я говорю, брат, вы совершенный? Он говорит, нет. вы получили прощение грехов? Он говорит, да, я получил прощение грехов. Скажите, а Библия что говорит нам? Библия говорит, что мы совершенные. Да, Библия говорит, что мы совершенные, а вы говорите, что вы несовершенные. Тогда скажите, Библия говорит правду, или же вы говорите правду? Библия. Брат, тогда вы совершенные? Нет. Он никак не мог сказать, что совершенный Потому что смотрел на свой вид Понимаете, да, его состояние Я думаю, что среди вас есть те, кто думает Да, у меня то же самое Да, мы все такие Когда мы смотрим на себя, мы несовершенные Мы алкогольки Вы же не только пьете Вы иногда обманываете, спорите, ругаетесь, злитесь Правильно Некоторые мамы говорят своим детям много ругательных слов Я точно не знаю, конечно, какие вы слова используете Но после того, как вы накричали Потом мама в душе думает Вот, почему же я такая плохая мама? Я, наверное, несовершенная Так ведь вы думаете Этот брат Он как бы не смотрел на себя Он каждый день выпивает по 10 бутылок алкоголя Поэтому он видел, что он несовершенный И когда я открыл слово Я начал с ним бороться с словом Брат, вы пьете алкоголь Поэтому думаете, что вы несовершенны Но Библия говорит, что ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых Когда мы верим в Иисуса Мы должны оставить наши мысли И веровать в слово Иисуса Христа Это есть вера Но я же каждый день пью Как я могу сказать, что я совершенный? Тогда скажите, что Иисус допустил ошибку Но Иисус ведь не может допустить ошибку Библия говорит, что ибо он одним приношением навсегда сделал совершенным освящаемым Когда Иисус умер на кресте Тогда тот же тот грех, которым мы пьем алкоголь Он также сделал совершенным Поэтому мы можем сказать, что мы совершенны Когда мы не можем видеть наше духовное положение Поэтому мы сильно смотрим на наши поступки И говорим, мы совершенны или нет Но наши поступки, они несовершенны Согласны? Но Библия совершенна Иисус, если говорит, что он сделал совершенным, значит сделал Вот в чем заключается правда И именно поэтому, когда мы смотрим на себя Смотрите, духовная жизнь Она очень тонкая вещь А я, по-моему, несовершенный И такая мысль одна Дает право нам пить алкоголь И поэтому мы живем распутной жизнью Но однажды этот брат Он спорил со мной и в конце Я сказал Брат, вы говорите, что вы несовершенный Но Библия говорит, что вы совершенный Тогда Библия права Или же брат, вы правы Он говорит, Библия права Если Библия говорит, что вы совершенный Значит вы совершенный Разве не так? Он говорит, да Тогда вы, брат, совершенный Он говорит, я несовершенный, пастор Понимаете? Он, как бы не смотрел Он не мог сказать, что он совершенный Он не видит глазами силу крови Иисуса Но кровь имеет огромную силу, именно поэтому, если Иисус говорит, что мы совершенные, значит, мы совершенные. Понимаете это? Когда Бог говорит, что вы совершенные, значит, мы совершенные. Хотя, когда я смотрю на себя, я грешник. Но если Бог говорит, что вы освященные, что вы совершенные, что вы омылись, тогда мы, значит, омылись. Аминь. Аминь. смотрите что такое духовная жизнь когда я смотрю моими глазами и когда иисус смотрит если наши взгляды совпадают здесь нет проблем но когда мы смотрим на себя у нас есть много греха а у нас есть много скверного много лжи мы часто ругаемся но нас много зла но все это в глазах иисуса христа который умер на кресте мы совершенны аминь библия говорит что мы совершенны мы ведь умнее чем иисус так ведь мы считаем что иисус не знает о нас поэтому говорит что мы совершенны плохо знает нас но на самом деле я несовершенный я много пью я много обманываю я такой большинство людей именно с такой душой они живут именно поэтому они верят мнению иисуса меднее чем своему мнению скажите как вы думаете вы когда ведете духовную жизнь когда вы смотрите веру иисуса христа тогда все будет хорошо но мы часто говорим хотя слово говорит так да я знаю что библия говорит что мы совершенные однако я же пью поэтому я несовершенный правильно вы ведь так думаете согласно вы ведь так думаете да этот брат так думал совершенно я или несовершенный поставим этот вопрос мы 15 минут обсуждали с этим братом как бы я не пытался ему изъяснить он говорил просто для все уже знаю я все знаю эту библию я уже знаю однако я не совершенную потому что пью понимаете это значит что он правее чем библия мы обсуждали потом спустя 15 минут тогда я совершенную и он поверил что интересно он когда утром просыпается если он не выпьет он не может двигаться поэтому он утром открывает две бутылки сочи наливает наливает в сосуд и выпивает и только тогда он может нормально двигаться хотя нет пищи дома но алкоголь должен быть и для этого мы служим в господа бога такой он был тот который дает мне силу это алкоголь тот который мне дает радость это алкоголь то что для меня является жизни это алкоголь он теперь славит в иисуса христа такой человек в тот день он понял что мои мысли они говорят что я несовершенный но библия говорит что я совершенный поэтому я могу сказать что я совершенный и он веру и принял это слово интересно стал момента он перестал пить он перестал думать про алкоголь я спрашиваю как такое может быть но так произошло но порой когда он попадает под искушение он пьет но когда иисус христос наполнять его сердце так хорошо когда попадать под искушение он снова выпьет немного два-три дня находится в алкоголе потом менять свое сердце и сейчас он стал служителем божьим и это удивительно когда я наблюдаю за ним никто не говорил что возможно чтобы он изменился но в тот день когда я с ним общался и сказал брат поступай в миссионерскую школу тогда я уже на удивилась как такой алкоголе может поступить миссионерскую школу а что если он устроить там проблемы что будет но знаете когда в тот день человек принял слова начал меняться все остальное он оставил этот брат его жена она была счастлива потому что она теперь чувствует что живет с человеком мы живя с господом богом да у вас есть на самом деле простая проблема как пастор к супа нужно усердно читать библию нужно молиться нужно стараться вы думаете но нет это не так да моя вера выросла не потому что я так жил а когда вера входит тогда и у меня появляется вера понимаете это смотрите в нашей церкви те люди которые не приходят по воскресеньям вечером на собрание те которые любят свою плоть и не приходят на собрание вечером те которые не читают библию не молятся не жертвуют те которые живут как хотят они может быть плотские люди но такой человек о я должен стать совершенным о я должен хорошо свидетельствовать я должен хорошо поступать в церкви хотя хочет но не получается у него люди они стараются быть такими но это старание но не благодать однако в библии слове такого грязного человека как я чтобы сделать чистым иисус он был распят на кресте сегодня некоторые братья плацкие пришли да если их распять на кресте они почувствуют как это больно ой иисус христос так страдал я думаю что если у нас была такая процедура все был избежать убежали бы из церкви но господь бог иисус христос он действительно надел на себя терновый венец он был распят на кресте и копье было бонзино в живот но для чего же иисус все это потерпел для чего же он был распят для чего же он надел терновый венец для того чтобы спасти нас вот для чего он это совершил я буду так страдать я буду нести такое мучение но если таким образом у супа где если получить спасение этого будет достаточно именно такой иисус христос всем сердцем возлюбил нас и умер на кресте будучи распятым когда мы смотрим кажется что этот человек алкоголь он несовершенный но господь говорит что он совершенный когда я смотрю на себя я несовершенный однако господь говорит что совершенный если я буду верить себя я ни в коем случае не смогу сказать что я совершенную алкоголь и может быть совершенно мы скажем что вон отсюда но когда я смотрю это это человек несовершенный но господь когда говорит он говорит чтобы совершены хотя я сейчас пью хотя я являюсь алкоголиком но господь говорит правду аминь господь прав именно поэтому я грешник который согрешил но я не заварил слова который мне кажется близким я говорю то что говорит господь бог а Господь говорит, что я праведник, поэтому я говорю, что я праведник, я говорю, что я свят. Тогда, когда мы принимаем эту истину, тогда я оставляю мои мысли, и я принимаю Слово Господа Бога. Понимаете это? Именно тогда Дух Святой живет и действует в вас. Понимаете это? И с того момента наша жизнь станет очень хорошей. Я встречаюсь с президентом, с министрами. Знаете, попробуйте встретиться с министром в Корее. Это на самом деле непросто. Да? Даете визитную карточку? Спрашивает, да, секретарь, кто ты такой, зачем тебе нужна встреча с министром? Правильно? Так скажет. Я общался с многими президентами, общался с многими министрами. Интересно. Господь Бог дает, чтобы я мог работать. Когда мы были в Ищопе, у нас не было ни одного знакомого. Но у нас была назначена встреча с министром. Это на самом деле даже невозможно представить. О, я не знал, этот человек, он мусульманин, или он православный, или христианин. Но когда я сказал, что я пастор, он сказал, пастор, я тоже усердно хожу в церковь. И я передал ему Евангелие, и он получил спасение. Я устал братом нашей церкви. Министр, он помог мне, чтобы я мог встретиться с премьер-министром, и чтобы мы могли заниматься образованием в Ихиопии. Он открыл все двери перед нами. И теперь в любом университете мы можем читать лекции. В любой телевидении мы можем прийти, и все будут брать у меня интервью. Так Господь Бог действовал. Знаете, министр, он стал советником нашей организации ВЭФ. Он сказал, знаете, советник, он должен делать все, что ему говорят по этому пастору. Все, что угодно, вы попросите у меня, скажите мне, я все сделаю. И я думал, что он станет премьер-министром. Но Господь Бог... Я не знаю, почему, но в этот раз премьер-министром стал другой человек. Хотя у него была вероятность. И министр сказал, что я хочу поехать в Корею и ходить в церковь, в Ханнами. И поэтому его отправили в Корею. И знаете, Эфиопия очень хорошая страна. Ну, на самом деле, кроме Израиля, все являются язычниками. И царица Савка пришла к Соломону. Потом из Эфиопии Евнух пришел в Иерусалим для поклонения. И, возвращаясь, он, находясь в колеснице, читал Библию. Знаете, даже в самолете читать книгу непросто. А в колеснице тем более. Знаете, и я думаю, в то время все было в Папирусе, поэтому было очень тяжело читать. Но Евнух из Эфиопии, который отвечает за сокровища царицы, встретился с Филиппом через руководство Духа Святого. Знаете, так же, как я встретился с министром, Господь Бог одинаково действовал. Я не какой-то умный или отличный человек. Но когда Господь Бог действует, Бог, да, в моих мыслях кажется, что я несовершенный. Но Библия говорит, что я совершенный. Да, человек, который кажется несовершенным, такого грязного человека, как я, для Господа Бога, чтобы сделать меня совершенным, как ему было непросто. Господь сделал многое для того, чтобы сделал меня совершенным. Иисус уже все приготовил, и когда мы в это веруем, тогда Дух Святой начинает проявлять свою силу в моем сердце. Понимаете это? Филипп, он пришел в Самарию, чтобы передать Слово. Да, пришел из Иерусалима в Самарию, чтобы передать Евангелие. Передавал Слово, Стефан умер. Было сильное гонение. И Филипп передавал Слово в Самаре, и произошло Диане. И когда началось Диане, люди начали получать спасение. И он начал видеть руководство Духа Господа. Раньше Филиппу было не видно. Раньше Филипп не получал руководство Ангела Господня, поэтому он не знал, что это хорошо, это плохо. Ему самому нужно было решать. Но, когда Филипп верил в Господа, да, хотя я грязный, грешный, но когда Господу говорит, что я правильник, значит я правильник, когда он поверил, тогда он по руководству Духа Святого он начал передавать Евангелие в Самаре. И тогда, что Бог начал делать? Когда Евангелие начало распространяться в Самаре, Ангел Господь говорит, чтобы он пошел на путь из Иерусалима в Газу. О, как это? Мне нужно семинар проводить, нужно Евангелие передавать в Самаре. Зачем мне нужно пойти? Может, я потом в следующий раз пойду? Скажите, можно ему завтра идти? Нет, конечно. Потому что завтра уже Евнуха не будет на этой дороге. И поэтому, когда Филипп пошел, то он встретил дороги из Иерусалима в Газу. Евнуха из Ефиопии, представляете, не на самолете, а на колеснице. Он ехал и читал Библию. Так страдал, потому что не понимал Писание, которое читал. И Дух говорит Филиппу, подойти и пристать к всей колеснице. И тогда Филипп бежит за колесницей и говорит, разумеешь ли, что читаешь? Интересно. Это очень интересный писатель, согласный. Колесница же едет с большой скоростью, а Филипп должен догнать и бежать с одинаковой скоростью. И спрашивает, разумеешь ли, что читаешь? И знаете, Евнух видит, что кто-то прибежал, спрашивает, понимаешь ли, знаете, если бы Евнух ничего не сказал, тогда бы, наверное, Филипп бы отстал. Но говорит, как могу разумеять, если кто не наставит меня? И он остановил колесницу и сказал, чтобы Филипп взошел в колесницу. На самом деле, такое даже невозможно представить. Но Филипп говорит, ой, такая хорошая колесница, ой, здесь такое хорошее сетение, подушка, впервые сел в колесницу, едет. И какое место он читал? Исайя 53 глава. Давайте посмотрим Исайя 53 главу. Исайя 53 глава. Здесь, в Исайя 53 главе. Шестой стих. Все мы блуждали, как овцы, совратили с каждой на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Седьмой стих. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как отца, ведет был он на заклане, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверз. Зал уст своих. Восьмой стих. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он, отаргул от земли живых, за преступления народа моего, претерпел казнь. И вот эту часть читает евнух из Эфиопии. Здесь написано, он, как овца, веден был на заклане, и как агнец, предстригущим его безгласен, как, так он не отверз уст своих. Именно вот эту часть он читал. А перед этим местом, 53 глава книги Исаии, 4 стих, но, 53 глава книги Исаии, 4 стих, вместе прочитаем 3-4, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом. 5 стих, но он изъязвлен был за грехи наши и мучен за безакуния наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Если мы посмотрим Библию, это было написано за 700 лет до рождения Иисуса. Пророк Исаия, он пророчествует о том, что Иисус Христос придет и умрет за нас. Это слово Господа Бога. Если мы посмотрим здесь, здесь есть очень интересный момент. Скажите, Иисус пришел во время жизни Исаия, или же не пришел Иисус? Конечно, не было Иисуса в то время, но он говорит, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. И написано, он изъязвлен был за грехи наши и мучен за безакуния наши. Смотрите, как здесь написано. В английском языке там намного точнее выражается время. Там есть прошедшее, настоящее будущее. Правильно? Так вот, в каком времени мы можем увидеть, Иисус пришел, хотя до 700 лет спустя Иисус придет и умрет за нас. Не так написано, а здесь написано в прошедшем времени в совершенном виде. Он изъязвлен был за грехи наши и мучен за безакуния наши. Наказание мира нашего было на нем и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Так написано. Некоторые люди, когда я говорил про то, что грехи переданы через рукоположение на Иисуса, сказали, что я не прав. Иисус. Как на Иисуса мог передаться грехи, если вложить руки? Я сказал, посмотрите книгу Леви. Там написано, что когда приносит агонца, грешник возлагает руки. Грехи его передаются на агонца. Тогда у меня спросили, тогда вы хотите сказать, что Иисус, он со грехом три года совершил дьянию. Он сказал, в Исаии, в 53 главе, хотя Иисуса еще не было, но уже говорит, что Господь возложил на него грехи всех нас. Там написано, что он, в 6 стихе, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. возложит написано, и Господь возложит на него грехи всех нас. Если так было бы написано, это значит, что это будет будущее. Правильно? Но интересно, как написано в 6 стихе, и Господь возложил, то есть прошедшее время не в совершенном виде. Как это Иисус Христос, которого еще нет? Это же ведь говорится об Иисусе, хотя его еще нет, но написано, что возложил. Написано, что он изъязвлен, написано, что он был лучшим, написано, что он был ранен. Не написано, что он изъязвлен будет, или будет мучим. Не написано так, а написано, что уже совершено. Там написано, что он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззакуни наши, доказание мира нашего было на нем, и ранами его «мы исцелимся», написано, или написано «исцелились». Потом все мы блуждали, как овцы, сообратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Смотрите, я сказал, разве здесь неправильно написано? Я попробовал пояснить. Брат, ты плохо знаешь Библию, но нельзя осуждать Слугу Божию, как попало. Есть время, прошедшее, настоящее будущее, но время, оно актуально только в мире времени. Согласны? Я прав. В вечном мире же там нет времени, поэтому там нет прошлого и нет будущего, там есть только настоящее и в вечном мире. Господь Бог, когда умирал на кресте, Он уже планировал, что Иисус умрет, поэтому совершится это. Поэтому там нет будущего, а говорит, что уже произошло, что уже совершилось. Именно поэтому в чем тогда наша проблема? Мы наши мысли отличаются от мыслей Господа Бога. Поэтому вы согрешили, поэтому мучаетесь из-за вашей совести, и вы думаете, что вот я грешник, у которого есть грех. Правильно? Но когда Господь Бог смотрит на вас, Он говорит, что вы совершены, что вы стали праведны, что я вас омыл. Тогда Бог разве говорит так, потому что не знает, что вы грязные? Бог говорит так, потому что не знает, что вы злые, когда вы пьете алкоголь. Он разве не знает, что вы пьете или обманываете, Он все знает. Но неважно, какой грех вы совершили, кровь, пролитая на кресте, совершенным образом все совершила. Оно все омывает. Поэтому Бог говорит, что уже все покрыто. Понимаете это? мы сегодня должны сделать очень важное заключение. На сегодняшний день многие люди говорят, что они грешники. Но если мы говорим, что мы грешники, тогда то, что Иисус Христос умер на кресте, это было провало. Если Иисус Христос очистил все наши грехи, значит, мы не можем сказать, что мы грешники более. Разве не так? Если мы говорим, что мы грешники, то, что Иисус умер на кресте, это было напрасно. Правильно? Получается, что Иисус Христос умер на кресте за наши грехи, но не получилось с Нимой. Иисус умер на кресте и очистил все наши грехи и совершился совершенным образом. Понимаете? Совершенным образом Он совершил. Он сделал нас святыми и правильными и совершенными. Но этот план был совершен сотни лет тому назад. Но когда мы смотрим на себя, наш вид это грешный вид. И наши мысли говорят, что мы грешники, но Слово Господа говорит, что мы правильники. Правильно? Тогда когда вы считаете себя умнее, чем Бог, тогда вы будете верить Боже своим мыслям. И если вы считаете, что Бог мудрее, чем вы, тогда вы будете верить Слово Господа Бога. Понимаете это? Смотрите, порой, может быть, нам не все понятно, но когда мы верим в Слово Господа Бога, когда мы принимаем Слово Господа Бога, тогда мы можем принимать то, что и нам понятно, и то, что нам непонятно. И это есть истинная вера. Согласны? Смотрите, когда я смотрю на себя, я точно грешник. Но, когда Иисус говорит, что мы праведны, и вера в это, это есть истинная вера в Господа. Понимаете, да? Именно поэтому из книг Исаия очень интересная книга. Евну из Эфиопии говорит, вот это Писание, это пророк говорит о ком? Да, он изъязвлен был за грехи наши, и мучил за беззакония наши. Здесь написано, что он изъязвлен и был мучим. Это пророк говорит о себе или еще о каком-то другом. Вот что было интересно. Вы скажите, сможете ответить на этот вопрос? Вы сможете ответить на этот вопрос? Это не о пророке, это говорится об Иисусе. Так просто объяснить. Согласны? Но не внух. Он думал. Здесь написано, что он был изъязвлен за беззакония наши. Это говорится о самом пророке, или же говорится о каком-то другом. Вот что было интересно. Тогда скажите, Филиппу передавать слово просто или нет? О, вы слушали телевизор по телевизору новости? Да, о том, что недавно на Голуфе распяли Иисуса. Вы слышали? Да, слышал. Вот о ком здесь написано. Именно он пришел, умер на кресте и сделал нас праведными. И так просто дневнух уверовал и принял спасение. Понимаете? И потом они увидели воду и говорит, что вот здесь вода. Да, что препятствует мне креститься? Филипп говорит, что если веруешь от всего сердца, можно. Тогда говорит, я верую. Тогда он говорит, тогда пойдем креститься. Господь Бог что совершает в нашей жизни? Он совершает огромные дела в нашей жизни. Именно поэтому в нашей голове невозможно все понять. Если бы мы все понимали, тогда, если мы знаем это, тогда мы можем принимать слово Господа Бога, когда даже нам непонятно. Порой говорят, что я признаю, что я до последнего грешника. Знаете, читая книгу «Секрет прощения за рехов и рождение свыше», некоторые люди говорят, я остаюсь грешником. «Хотя Бог говорит, что мы праведны, но из-за того, что он считает себя умнее, чем Бог, поэтому он отвергает слово Бога. Я говорю, что я праведник. Почему я говорю, что я праведник? У меня спрашивают, вы разве не грешили? Разве вы не обманывали? Разве вы не воруете? Я говорю, знаете, я очень много воровал, я очень много обманывал. Тогда люди спрашивают как вы можете сказать, что вы праведны? Я говорю, что Бог говорит, что я праведник. Тогда все закрывают свои уста. Правильно? Даже если мы очень умные, но если мы говорим то, что отличается от слова Господа Бога, это высокомерие. Даже если нам кажется, что мы грязные, но если Бог говорит, что мы чистые, значит, мы чистые. Даже если мне кажется, что мы чистые, но если Бог говорит, что мы грязные, значит, значит, мы грязные, потому что Господь, Бог, Он выше меня. Бог умнее меня. И поэтому перед славным Господом Богом мы должны усыпить все наши мысли. Понимаете это? Все, что я вижу, неправильно. Но это только в моих глазах. Но если Бог говорит, что чистое, значит чистое. Вот как мы должны веровать. Часто мы живем эгоцентрично, поэтому нам кажется, что наши мысли правы, но на самом деле наши мысли, они не всегда правы. Понимаете, что я имею в виду? Сегодня утро мы читали слово о Евнухе из Ефиопии. На самом деле это очень простое слово. А, вот, как пророк пророчествовал, здесь Христос очистил все наши хрисы, значит, я чистый, теперь я могу креститься. Теперь старое мое уже мертвое, и он крестился. И Евнух поехал дальше в Ефиопию. Именно таким образом Господь Бог, мне кажется, делает, чтобы Ефиопия была для нас очень близким. И на самолете летит посол из Ефиопии, и примерно 4 часа он прилетит, и я думаю, что с ними, с которыми братьями мы пойдем встретить его. Знаете, мы хотим вместе жить в Евангелии. И он сказал, что я буду обязательно ходить в вашу церковь. И, знаете, я думаю, что в дальнейшем в нашей церкви будет много послов, и я думаю, что можно открыть центр послов. И за это я благодарю Господа Бога. В 2019 году, как вы видите, Господь Бог, даже такого грязного человека, как я, он ведет и открывает передо мной путь и в Уганде. На самом большом семинаре я был приглашен как главный проповедник. И пастор Сириба говорит, Знаете, многие миссионеры из Кореи противились. Но я спросил их, вы видели пастора Пака? Я лично видел пастора Пака. Я был у него в церкви, слышал его слова, я с ним общался, я видел его жизнь. Поэтому, если вы что-то против имеете, вы подойдите к нему и сами скажите. И таким образом провели семинар. И знаете, замечательно, Бог благословил наше мероприятие. И в прошлом, в 2018 году, по всему миру, примерно 60 тысяч служителей, они слушали Евангелие и получили спасение. И в 2019 году мы хотим, чтобы еще больше людей получило спасение. И чтобы, куда бы мы ни поехали, чтобы спасенные люди не говорили, что они грешники, чтобы говорили, что кровью Иисуса Христа они получили спасение, и чтобы у них появилась вера в это слово. И тогда Господь Бог будет действовать у них. Знаете, нам не нужно стараться хорошо передавать Евангелие. Просто мы с самого начала не можем хорошо передавать Евангелие. Поэтому в Исаии 53 главу, вычитая, Он взял на Себя нашу немощь и понес наши болезни, и мы думали, что мы поражаем так же своим и мечтым Богом. Смотрите, Иисус за нас получил все наказания, поэтому нам можно не получать наказание, нам можно не идти в ад. Уже Иисус Христос совершил наше спасение. Очень просто здесь рассказывается, но из-за того, что человек не осложняется от своих мыслей, они не могут прийти в это Евангелие, поэтому давайте будем передавать это Евангелие, чтобы весь мир был покрыт Евангелием. И знаете, после Уганды на семинаре, я верю, что в многих церквях хотят проводить с нами такое мероприятие. Они приглашают нас, чтобы провести семинар. Сейчас многие пастора Божьих церквей готовят разные мероприятия. И, конечно, у меня нет возможности побывать во всех странах, но Господь Бог хочет, чтобы эту Евангелие мы могли передать по всему миру. За это я благодарен Господу Богу. Еще одно я добавлю. Последок. Бог говорит, что Он приготовил перед нами открытые двери. Если открою, никто не закроет. Если закроют, никто не сможет открыть. Именно Бог, который перед нами приготовил открытые двери, Господь Бог перед нами, говорит, что приготовил открытые двери. Но это, мне кажется, автоматические двери Господь Бог разработал. Знаете, я для того, чтобы встретиться с одним человеком, я поехал в гостиницу. Это было достаточно давно. И я вижу, что стекло закрыто, а там нет ручки. И я думал, как же эту дверь открыть? И вдруг один человек встал перед этими дверями, и эти двери открылись. И тогда я понял, а, можно просто верить, что они откроются, тогда они откроются. Вот как Господь Бог говорит, если просто сидеть там вместе, тогда никогда не откроются. Но когда мы верой сталкиваемся, тогда Господь Бог совершает. Бог среди нас. С чем бы мы ни столкнулись, Господь Бог, Он удивительным образом все совершает. Дорогие братья и сестры, в нас есть живой Господь Бог, который работает. Поэтому веруя в это, я совершенны. Я вместе с Господом Богом. Куда бы я ни пошел, Господь Бог будет открывать путь. Верой, когда мы делаем шаг вперед, тогда мы увидим великую славу Господа Бога. А если будем говорить, что у меня нет веры, что у нас не получится, тогда действительно у нас ничего не получится, если у нас будет такая вера. Понимаете? Давайте теперь мы верой будем смотреть на Господа и с дерзновением будем бежать вперед, чтобы в 2019 году весь мир мы могли покрыть Евангелием. И чтобы кроме Иисуса Христа многие люди могли уверовать. И чтобы Господь Бог через нас мог приобрести радость. И чтобы каждый из нас мог быть переполнен благодатью Божьим. Давайте помолимся. Сейчас вы про себя, пожалуйста, помолитесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok